Всем привет! Вы смотрите программу «В курсе дела» и с вами я, Андрей Седоплатов. Сегодня в выпуске. Последняя ледовая битва сезона. В Пензенской области прошли соревнования по зимней ловле рыбы на мормышку. Никакой охоты. В нескольких регионах страны запрещено добывать дичь весной. С волками жить, волчатником быть. В Иркутской области открывается необычная егерская школа. Все наоборот. Или рыбак на крючке. Очень страшная история. Об этом и многом другом прямо сейчас в программе «В курсе дела». Открытый лично командный чемпионат Пензенской области по рыболовному спорту в дисциплине ловли на мормышку со льда прошел в середине марта на пруду Орловский. За ходом последней ледовой битвы сезона наблюдал наш корреспондент Виталий Шелудюков. С мормышки начал я уже с 7-летнего возраста. Уже стаж рыболовный порядка 20 лет. Отец приучил. Блесну пробовал. Ну, как-то что-то не затянуло. Мормышку больше понравилось. Пожалуй, самый распространенный способ ловли со льда – это ловли на мормышку с мотылем. Максимально доступная рыбалка и вполне себе результативная. Как правило, основной трофей для такой ловли – это окунь. Берет на такую наживку и плотва. Тема интереснее получилась одной из последних соревнований зимнего сезона 2015 года. 15 марта на пруду Орловский прошел чемпионат Пензенской области по ловлю на мормышку, где многие победители сделали ставку на ловлю не совсем характерной для спортивных состязаний рыбу. Ну, вообще, конечно, основное предназначение этого водоема – это он является карповым. Ну, а зимой основной, конечно, лов составил ерш вездесущий. И также было поймано несколько судачков в мормышку. Вот водоем, в общем-то, в аренде, поэтому хозяин за водоемом следит. То есть рыба здесь всегда есть. Для соревнований, конечно, водоем выбирается в первую очередь, чтобы какая-то была определенная плотность рыбы, чтобы не было нулей. Особенно это касается начинающих спортсменов. То есть когда человек приходит, первый раз участвует в соревнованиях, и сразу же на первый раз у него будут нули, то есть ему, конечно, этот радость не доставит. Поэтому это самое главное, чтобы была достаточная плотность рыбы. Причем размер ее, конечно, роль не играет. В первую очередь ее должно быть определенным количеством, чтобы было. Вот поэтому, естественно, в ловах рыба всякая. И в основном спортсмены, ну, скажем так, на таких запрессованных водоемах результат делают на некрупной рыбе. Вот, ну, а здесь как бы сочетание такое, ну, достаточно правильное. То есть и крупная есть, и некрупная. Поэтому водоемы хорошие. Рыбалка, несмотря на вполне весеннюю погоду, вышла довольно-таки трудовой. В первом туре рыба клевать отказывалась. И только во втором туре средний результат улова перевалил за килограмм. Сегодня рыба капризная. В основном с глубины кроет ерш, реже окунь. Белой рыбы, как таковой, практически мало. Особенно вот ерш косой марш, у него уже как бы брюхо забито икрой, поэтому крупные приманки он берет неохотно. Даже такие мелкие мормышки, то очень много спортсменов разговаривает, много пустых поклевок. Тактика ершовая, так скажем, с придержкой, с... Около дна и пучок мотыля. Вот, прикармливались после каждой рыбы, прикормка. И пауза после ударов одно. В результате двух туров гости из Тамбовой республики Мордовия так и не смогли войти в тройку призеров. Все места в личном и командном зачете достались на этот раз пензенцам. Ну, я бы советовал, мормышка это интересная, тонкие снасти, то есть любая рыба очень, ну, вызывает огромный адреналин в вываживании ее. Ну, а совет какой? Больше бурить, кормить. Стартовал долгожданный весенний охотничий сезон, но не во всех регионах страны. В нескольких областях России в этом году весенняя охота запрещена. Подробности далее. Десять дней. Таковы сроки охоты весной 2015 года в каждом из российских регионов. За исключением тех областей, где весенняя охота полностью запрещена или разрешена на крайне ограниченное время. Не смогут нынешней весной подстрелить дичь жители Астраханской и Ростовской областей, Краснодарского края и республики Северная Осетия-Алания. Весенняя охота здесь закрыта. Особая ситуация сложилась в Алтайском крае. На его территории запрещена весенняя охота на казарок, селезни и боровую дичь. На гусей охотиться можно, но только три дня. Это, кстати, результат полного трехлетнего запрета весенней охоты на Алтае. Численность гусей благодаря таким мерам в регионе не только стабилизировалась, но и выросла. Запрет на весеннюю охоту поддерживают прежде всего орнитологи, биологи, экологи, многие охотоведы. Весенняя охота, по мнению специалистов, приносит непоправимый ущерб природе, в то время как осенью от охоты вред минимален. Напоминаем, сезон весенней охоты продлится до 16 июня. Сроки проведения охоты в каждом регионе свои. Их устанавливают местные власти. Будьте бдительны. Этой весной повсеместно запрещена охота на серых гусей. В России вновь бушуют лесные пожары. Леса горят в Забайкалье, Хакасии, Бурятии и Преамурье. А между тем, по результатам оперативной проверки Россельхоза РФ, полностью к пожароопасному периоду готовы лишь 24 из 85 регионов. О пожароопасном периоде шел разговор и на заседании коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края. На заседании коллегии обсуждалось сразу несколько важных тем. Одна из них – готовность лесничеств и лесхозов Ставрополья к пожароопасному периоду, который в этом году из-за малоснежной теплой зимы начался на месяц раньше. Министерство природных ресурсов края разработало планы тушения пожаров на территории лесничеств. Кроме того, в регионе создан оперативный штаб по охране лесов. В круглосуточном режиме работает диспетчерская служба. Осуществляется постоянный мониторинг природных пожаров на всей территории Ставрополья. Лесхозы полностью обеспечены необходимой техникой, средствами предупреждения и тушения пожаров. На заседании коллегии также шла речь об охотничьем контроле и весенних лесокультурных работах. Как бороться с браконьерами и теми, кто не соблюдает закон? Контроль, контроль и еще раз контроль. Вот только охотничьи угодья в России громадные, а егерей не хватает. Как исправить эту ситуацию, знают в Омской области. 24 и 25 марта в Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области провели необычный экзамен. Тестировали новых помощников службы охотнадзора – производственных охотничьих инспекторов. Случайные люди на эту должность не попадут. Городское звание «Производственный инспектор» смогут носить только работники охотпользователя, которые уже занимаются организацией охоты и сохранением природных ресурсов. Плюс к тому, для получения удостоверения и нагрудных знаков необходимо пройти сложный тест, состоящий из 40 вопросов. Производственных инспекторов наделят правом осуществлять охотничий контроль, а это значит, что они смогут проверять наличие охотничьего билета, путевки, разрешение на добычу и наношение оружия. Осмотр вещей, машин и трофеев также войдет в круг их обязанностей. Процесс досмотра может быть снят на камеру. Если производственный инспектор выявит нарушение, он должен будет составить акт и передать его в Министерство природных ресурсов и экологии Омской области или в органы полиции для привлечения виновного лица к ответственности. Неподчинение его требованиям будет считаться административным нарушением. Таким образом, людей, которые смогут контролировать охотничьи угодья Омской области, станет намного больше. Надеемся, это позволит значительно сократить ряды браконьеров. А теперь традиционная рубрика «Вопросы эксперту». Сергей Кириллов спрашивает, как в Московской области получить охотничий билет единого государственного образца? Отвечает начальник управления Государственного охотничьего надзора и охотничьих ресурсов Московской области Дмитрий Вачугов. Процедура получения охотничьего билета единого федерального образца очень проста. Для этого достаточно обратиться в один из отделов Государственного охотничьего надзора на территории Московской области или в многофункциональный центр по оказанию услуг гражданам в своем районе. Для подачи заявки необходимо заполнить заявление соответствующего образца, приложить копию паспорта и дать две фотографии 3х4. Подробнее о том, как получить охотничий билет, можно прочитать на нашем сайте. На сайте Минсельхозпрода Московской области. В разделе «Охотничьи ресурсы» вся процедура описана очень подробно. Кроме того, там можно увидеть почтовые адреса и телефоны наших отделов, которые занимаются выдачей охотничьих билетов. И также проконсультироваться по поводу месторасположения многофункциональных центров, где выдают охотничьи билеты. В любом случае гражданин, если достиг установленного возраста, если гражданин не имеет неснятой погашенной и непогашенной судимости, если гражданин ознакомился с требованиями охотничьего минимума, он может получить документ, билет в течение пяти рабочих дней. Странная история произошла не так давно на одном зарубежном водоеме. Мужчина рыбачил с лодки, рыба клюнула, подсечка оказалась удачной, рыбак начал вываживать добычу. И вот когда нужно было извлечь крючок из рыбьего рта, началось самое интересное. На крючке у рыбы. Рубрика без комментариев. Рубрика без комментариев. Настало время рубрики, которую мы делаем, вместе с вами. Итак, ваши фотографии. Наша программа подошла к концу. Ждем ваших писем на электронную почту в курсе собака1твч.ру. Также заходите на наш сайт охотникрыболов.тв. На сегодня это все. Меня зовут Андрей Седоплатов. Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова